хотите увидеть фокус видите как правая дышит а левая не дышит выдох а теперь дышит с двух сторон хотите узнать как это получилось смотрите видео дальше что я предполагаю проблема дыхание слева возможно связано с нераскрытием левого легкого также может проблема диафрагмальная давайте пройдем через орган почему слева легкая не может надуться картинка такая правая дышит сторона левая не дышит возьмем ассоциации проблемой с легким связаны дельтовидные мышцы как пример тестирую среднюю дельтовидную мышцу держи руку так давим вверх рукой вверх 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 то нас отсутствует чтобы подтвердить что это органная проблема нужно доказать что мышцы с двух сторон не работают если проблема односторонняя это не считается органной проблемой то есть еще раз если легкая в проблеме у меня должны две дельты дать слабость держим руку так вверх я не показываю слабость что может быть связано с этой проблемой то есть у меня сейчас проблема в легком имеется как таковая давайте проверим что может усилить дельты и тем самым я подтвержу что может усилить легкая по ассоциации проблем под вывиха у нас первые на пути это 3 3 грудной позвонок поэтому я отсчитываю седьмой шейн 1 грудной 2 3 грудной 3 грудной позвонок и просто его смещаю сначала в одну сторону у меня получается справа налево и тестирую любую из дельт доступных снижение тонуса теперь я тестирую правую сторону ничего не получали то есть у меня 3 грудной позвонок как ассоциация для дельтовидных мышц не включает дельт соответственно легкое не забышь идем дальше грудно-поясничный переход это т12 l1 ориентировочно чтобы понять где он находится это можно по краю нижних ребер ориентировочно здесь либо по краю нижней трапеции чтобы понять где нижняя трапеция можно попросить просто пациенту развернуть вы держите в этом положении то есть трапеция у нас обозначится вот она идет таким образом крепление ее будет к 12 грудному позвонку здесь и у нас как раз таки грудно-поясничный переход здесь возможно фиксация позвонков друг другу если они фиксированы дельты у меня не будут работать что мы делаем мы можем либо механически пальцами обозначить для фасции что им нужно расфиксироваться и вопрос то попросим наклонить голову вниз и наклониться ниже округляйте спину просто растянуть эту область насколько пациент допустит подрастянули уходим в положение стартера снова тестируем дельту теперь уже ничего не получается далее попробую использовать энергию меридиана бывают проблемы в дельтах из-за неработающего меридиана так как это у нас легкое значит пробуем меридиан легкого одна из точек меридиана легкого на грудной клетке ближе всего доступная она находится ориентировочно у верхушки легкого примерно если брать ключицу то есть она где-то здесь находится у наружного края ключица акробиального конца ключица просто давим на нее провоцируем меридиан и снова тестируем дельты держи руку давим вверх усиление с одной стороны пробуем с другой стороны давим вверх усиление происходит с другой стороны попробуем тот же меридиан справа находим акробиальный конец ключицы стимулируем его далее тонуса здесь не наблюдается этот меридиан усиливает две дельты это надо перепроверить на приоритетность если лечение здесь у нас не приоритет мы будем искать дальше то есть я снова стимулирую этот меридиан и по классике кинезиологии правой рукой по левой височной кости три круга делаю стимуляцию и снова тестируем дельту вертаем замечательный тонус держит здесь вертаем замечательно а теперь проверим дыхание то есть если я сейчас надавлю сюда и посмотрю как у нас делает вдов на видео вы сейчас увидели один из способов коррекции и восстановления любую проблему которую вы можете встретить на видео представлен способ коррекции именно неспособности левой грудной клетки сделать вдох то же самое вы можете делать по боли то же самое вы можете исправлять жопу голодные боли головокружение и так далее если есть какие то вопросы пишите в комментарии внизу с удовольствием отвечу